Дорога на Берлин Так называется картина, которая появится в кинотеатрах накануне 9 мая, накануне Дня Победы О чем эта лента? Мы узнаем у автора идеи и художественного руководителя постановки Карена Шахназарова Добрый вечер Я специально опустил все ваши титулы многочисленные, чтобы не отвлекаться от предмета разговора Вы сопродюсер этой ленты, ваш партнер, кто он, почему именно он? Я имею ввиду продюсер Литвинова Саша Литвинов, у нас с ним такая давняя история Да Совместный продюсер, что он когда-то, он был вообще мой первый зам по масс-фильму Потом вернулся в производство Мы с ним вместе продюсировали такую картину «Звезда» Дирижер Коля Лебедев И, кстати, тоже по Казакевичу Но это не совсем экранизация Казакевича, потому что, я насколько понимаю, как раз ваша идея была там дневники Ну да, ввести материалы из дневников То есть была идея, собственно, сделать «Двое в степи», который мне очень нравился Я считаю, что это вообще одна из лучших повестей Сюжетная линия как раз она оттуда Да, но ввели туда еще, ввели военные дневники Константин Михайлович Симонов И молодой сценарист, Никишов Женя, тогда молодой, а сейчас он уже опытный редактор на ТНТ работает Ну и режиссера надо озвучить, наверное Да, вот здесь Сергей Попов, молодой режиссер, который у меня учился когда-то в «Авгике» Так что вот такая история А что там, собственно, от Симонова? Я накануне нашей встречи просмотрел ленту То есть вот по сюжетной линии я узнал, что там дневников Там очень много таких вставных, атмосферных вещей пришло из Симонова Ну, начало, где, так сказать, застрелили этого С ума сошел там А, вот это вот, когда паникер, ну, человек, который, да, который, да, везде все фашисты переодетые Да, да, история с летчиком То есть они, она вошла как, не как сюжетная, конечно, линия, потому что вся сюжетная история, она вся А как эпизоды какие-то Как какие-то эпизоды, которые, на мой взгляд, органично дополняют эту историю Дают ей такой воздух Потому что, в принципе, у Казакевича, конечно, формат довольно достаточно небольшой повести Она очень яркая, на мой взгляд, очень интересная Но мне казалось, что будет важно ее все-таки довести И дать еще какие-то эпизоды фронтовые, военные И Симонов в этом смысле, конечно, незаменим Потому что военные дневники дают, конечно, фантастический материал Я совершенно на другое был настроен по названию Потому что «Дорога на Берлин» мне казалось, что это что-то такое вот, ну, совсем другое по жанру Потому что это ведь не, это не сколько о войне, сколько вообще-то о человеческих взаимоотношениях, о мужских характерах Ну, как мне показалось, вот, эта работа Потрясающе интересная Но на войне Ну, в контекст войны все-таки Ну, почему Берлин? Ну, там же совсем-совсем это же могло быть и в 41-м такая могла быть Да, но, собственно, смысл в том, что все эти исторические Испытания героев в конечном счете и привели к победе То есть это... Мы не будем сюжет рассказывать, тем более с ним легко ознакомиться с сюжетами Ну, да, лучше В сети Вы мне просто свою оценку скажите Вы считаете, что у этой ленты то, что называется хэппи-энд, она заканчивается хорошо? Я считаю, да Хотя один из героев погибает Один из двух героев, да, погибает В общем, погибает достаточно нелепо То есть он даже не в атаке Просто от случайного осколка Ну, как бы у Казакевича Да Тем не менее, вы считаете, что... Потому что ведь как? Ну, не хэппи-энд, но да, какой-то финал такой оптимистичный Вот у Голливуда какая установка? Чтобы люди не расстраивались, дети не плакали Все должны быть в конце фильма живы, кроме злодеев Ну, не обязательно У Голливуда тоже достаточно Они делают это уже сегодня достаточно искушенно Здесь главный герой остается в живых Проходит всю войну Поэтому с этой точки зрения Все-таки главный герой не погибает У нас единственный голливудский персонаж Всегда в передаче Это коты Кто это у нас? Это Джерс Как? Дарси Дарси? Это она? Кошка 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 Дарси Мы найдем ей хозяев Среди поклонников отечественного гематографа Или Голливуда Не важно Главное, чтобы кошек любили Такая вот у нас сегодня гостья Я с удивлением узнал Вот мы коротко пообщались в гостевой предначалом эфира Что исполнитель одной из главных ролей Я считаю, что на самом деле там два исполнителя Алан Роли Это вообще дебютант Он не просто дебютант Казах Я, к сожалению, не могу уговорить его А я сделаю, сделаю Амир Абдекалык Да, да Я прошу прощения Я надеюсь, он на меня не обидится Если на нашу программу Потому что я считаю, что он замечательный сыграл Потрясающий совершенно Такой характер Он не профессионал А кто он вообще? Ну он что-то такое Я не знаю, чему Но у него нет актерского образования Вот Сергей Попов я нашел Парень просто замечательный То есть Попов выполнял функции кастинг-директора? Нет, Сережа Попов главный режиссер в фильме Ну если он его нашел Ну нашел, имеется в виду Что все равно режиссер находит Да, может быть, ассистент ему предложил Но все равно выбор актеров Это дело режиссера Мы ему помогали Но в этом смысле Это, конечно, его заслуга А насколько вы, как продюсер Даете свободу режиссеру В выборе актеров? Ну, в принципе, я, в общем Поскольку я считаю, что выбор актеров Очень важная часть вообще создания фильма То я, конечно, утверждаю актеров То есть могут быть моменты, когда я могу не соглашаться А были? Были, да Да? Расскажите В каких моментах вы? Были моменты, где Ну вот, кстати, этот парень, когда я увидел его Я сразу сказал Даже в разговорах вопросов нет Он должен играть Но в отношении главного героя То, что потом Юрий Борисов сыграл Были у нас моменты, где Были у нас такие Разные несколько прочтения Там были еще очень интересные, хорошие актеры Пробовались Но, в общем, как-то мне это Так мы с ним не сошлись И вот потом уже Юру Борисов, когда они нашли Вот мы уже утвердили его Так что, ну, это важное дело Актеры Продюсер во всем мире Актеры обязательно Романтическая линия там намеренно прописана Вот буквально каким-то таким штрихом То есть, в общем, она Никаким образом не может Ну, мы ее оставили В общем, она так у Казакевича Она такая у Казакевича И, так сказать, мы считали Что вот в контексте этой истории Она даст В ней есть намек на возможное продолжение Да, он проговорен просто Да, но в принципе, все-таки история не об этом И поэтому мы считали, что... Нет, я просто, я же сразу держу в голове женскую аудиторию Как вот это же будет очень важно Я думаю, здесь у женской аудитории все равно есть Есть что посмотреть Я абсолютно так Без ложной скромности скажу Потому что это все равно Не я снимал И, на мой взгляд, хорошая картина получилась Нет, картина очень хорошая, но... И трогательная И такая она в традиции, знаете, такого советского кино Я бы сказал, что это такое вот Ну, руководящая роль партии там... Нет, руководящей роли партии нет Но по своему эмоциональному отношению В ней есть вот от того кино, которое, как говорится От хорошего военного советского кино А мне кажется, что там, если уже мы упомянули Голливуд То там вот элементы классической голливудской драмы есть Ну, советское кино ненамного отличалось от голливудского На самом деле, по своим установкам Мы об этом просто забыли Там всегда должен был быть хэппи-энд Там должно было быть хорошие парни Там должны хорошие побеждать плохих И в советском кино все это было Да, совершенно, кстати, не было в ленте злодеев То есть я думал, что будут какие-то смершевцы злые Ну, как, в общем, как положено в тренде Обязательно какие-нибудь НКВДшники Негодяи Я не знаю, в моем тренде это не положено Я с большим уважением Я думаю, смершевцы сыграли колоссальную роль И были... То есть были... Конечно, это клише Если комиссар, так обязательно подлец и доносчик Ну, вообще комиссары вставали, так сказать, под огонь И вообще комиссаров расстреливали немцев в первую очередь Так что в данном случае, если эти клише есть, то не ко мне Ну, вы же знаете, что сейчас просто вот на наших глазах История переписывается, в том числе и история Великой Отечественной войны Вот уже существуют трактовки, что... Очень многие, кстати, западные студенты Которым, я считаю, очень не мешало посмотреть И эту ленту в том числе И считают, что Сталин с Гитлером воевали против Японии, Франции и Великобритании Под патронажем Соединенных Штатов Америки Поэтому У вас-то там как раз ничего агитпроповского нету То есть у вас, мне кажется, человеческая история Ну и в повести нет Я, кстати, вам замечу Что вот сейчас зритель будет смотреть на это, знаете, старый закон Да, животные в кассе Нельзя играть Это история, когда там Борисе Годунове выводили И в Большом театре лошадь И весь зал никого больше не слушал А смотрел на... Она услышала, кстати, вас и решила уйти из кадра Да, молодец, умная Красавец Ну, а дело все в том, что этого нет опять и в повести Вот наше представление о советской литературе Как такое, так сказать, где так много... Такая литература, конечно, была и с формальностью, с агитпропом Ну, как ни странно, вот Казакевич Да Выдающийся писатель Он, на самом деле, писал очень жесткие повести И звезда, на самом деле, у него жесткая повесть И эта жесткая повесть И это все было написано в 1947-1948 год Как и, например, Волоколамское шоссе Бека Невероятно такая суровая правда о войне Это все издавалось в Советском Союзе Причем вот сразу после войны Правда, я подозреваю, что в 70-е... То есть еще в сталинские времена? То есть в Крущевске? Да, это в сталинское время было опубликовано Более того, он получил за эту... Ну, по-моему, он за звезду получил сталинскую премию За двое в степени не буду, не помню Ну, то есть нельзя сказать, что он был обласкан вполне Хотя у него необыкновенно правдивый, достоверный Вот мы ничего, в общем, не меняли по существу Не пытались изменить, потому что она так написана Что интересно, вот в этой работе Мы в прошлый раз с вами встречались, говорили про вашего Белого Тигра Там было противостояние Ворога И, значит, наших бойцов Здесь враг вообще, он подразумевается Если не считать сцены там в первой части расстрела пленного, раненого Который там просто вот минутный буквально Там вот никак враг не обозначен Бои-то есть, там есть бой в деревне Да, но вот акценты на это не делаются Мне кажется, что это в большей степени, конечно, не военный фильм А вот он о мужских характерах Ну, это психологическая такая драма, как называется История, потому что здесь самый интересный тот выбор, который герой делает Уже ближе к финалу, когда он может не возвращаться И он все-таки решает вернуться А вы напомните мне в оригинале, в литературном Там эпизод с часами С брусиловского прорыва Нет, этого не было Это вот не было Мне тоже казалось, что я не помню А это не цитата из Тарантина? Нет, это ввел сценарист Женя Никишов Это его, как говорится, ввел для характера Я считаю, удачно это Вы знаете, я вот со знакомыми днем говорил Сказал, что вот я вечером буду с Караном Шахназаровым беседовать И мне говорят, а, ну про политику, наверное И я говорю, ну, на минуточку Все-таки это культовый режиссер Ну, пастфильм опять же Почему? А вот вы в последнее время очень много выступаете в политических шоу Это что? Это зовут? Или это просто какой-то внутренний порыв? Не можете молчать? Почему вы так много... Нет, я никогда не напрашивался ни в какие вообще шоу Ни в политические, ни не в политические Я никогда не пытался попасть куда-то специально У вас не активная жизненная позиция Вы знаете, в брежневские времена были Активная жизненная позиция Я с удовольствием участвую Потому что я считаю, что это вообще часть моей профессии У меня профессия публичная Поэтому я, естественно, снимаюсь на телевидении, работаю Но я никогда сам не проявлял инициативы Меня как-то стали приглашать И я прихожу Мне это интересно Я вырос в семье политика Ну да, конечно Я вырос в семье политика Я с 10 лет, как только я начал слышать Я слышал, потому что в моей семье, естественно Отец у меня был основателем, между прочим Один из основателей Вообще такой науки, как политология в Советском Союзе И поэтому я как-то... И он всю жизнь занимался политикой И довольно серьезно занимался И, конечно, у меня... У него было очень много материалов, которые в то время никто не мог читать Например, я мог, потому что у него были какие-то... Он приносил вещи типа белый таз Или там иностранный тайм Там, ньюсвик Поскольку я учился в английской школе Я так... То есть... И, конечно, я очень много слушал И разговаривал с отцом И меня всегда это интересовало Я вообще считаю, что это необыкновенно интересно Политика Это необыкновенно интересно И я думаю, что вообще любой человек должен в той или иной мере интересоваться политикой Потому что она все-таки определяет нашу жизнь Ну, как говорится, если человек не интересуется политикой То, в общем-то, политика начинает заниматься человеком А у вас... Поэтому как так получилось Ну, я стал... Меня приглашали и приглашают Ну, я высказывал свое мнение Ну, видимо, кому-то это интересно И вот меня стали приглашать Но мне самому это очень интересно Ну, скажем так, что последние события Там, после последнего года Да, все, что началось с Киевского Майдана Они в очень значительной степени раскололи кинематографические элиты Нет взаимопонимания Нет такой оценки, которую разделяли бы там все ваши коллеги Вы с кем-нибудь не спортили отношения? Я не знаю, подозреваю, возможно, тайно Но так в открытую... Вы знаете, кинематографическое сообщество Оно... Я бы не сказал... Вот я думаю, то, о чем вы говорите Раскололи, это где-то в других сферах Все-таки наше сообщество, оно очень едино То есть я имею в виду У нас как бы люди могут совершенно разных взглядов Но это не мешает людям абсолютно общаться Что я заметил, в других сферах Люди там, так сказать, ссорятся Вообще чуть ли там не перестают здороваться У нас этого никогда не было То есть ты можешь думать так Я могу думать так, но это не мешает Мы очень связаны, мы работаем друг с другом Мы очень зависим друг от друга Поэтому это как-то вот... На личное общение никогда не переносится Поэтому я допускаю и уверен Что, конечно, часть моих коллег Другие у них представления Но это не значит, что вот Мне об этом и мы об этом будем Даже можем спорить, но это не значит Что это испортит Мы можем сидеть в доме кино или где-то Вы, наверное, давите своим авторитетом С вами никто, видимо, не решается Вступить в полемику, я думаю Я не встрече... Нет, я этого никогда... Никогда у меня не было никакого авторитета В кино всегда так было Кино в этом смысле Очень такая демократичная И очень, так сказать, сообщество какое-то В самые сложные времена Еще во времена Союза кинетографистов Борьбы там Но все-таки все равно люди общались Вы же знаете, что кинематографисты Подписывали разные письма И за красных, и за белых Да, и все нормально В течение этого прошлого года И в социальных сетях достаточно резко Там иногда отзываются И о работах друг друга И о позициях друг друга Ну, я не знаю Это, наверное, такие псевдокинематографисты Нет, почему? Очень, очень даже Очень кинематографисты Реально? Я просто не считаю нужным здесь какого-то Ну, нет, нет, конечно Упоминать просто Я-то к чему этот разговор завел У вас, вокруг вас Это единомышленники Не только в плане понимания кино Понимания процесса Но вы работаете с людьми, которые разделяют Допустим, ваше представление о Крымской инициативе О событиях в Донбассе Это не имеет значения Я работаю с людьми Вы считаете, это не имеет значения? Нет, это не имеет Для работы в кино это не имеет никакого значения Если человек Если у человека Человек талантлив Если он мне нужен То мне абсолютно безразлично Кто Ну, если это не нацист, конечно Там есть, знаете Ну, есть вещи, которые неприемлемы Нацизм там Не знаю Так сказать Человек, который там Антисемитизм Или Другой национальности Вы сняли сейчас военное кино Сейчас очень многие, допустим Наши Ваши коллеги И мои коллеги, кстати Потому что наши коллеги, допустим В Киеве говорят Что там Вторую мировую Выиграла Украина Что именно Украина брала Берлин Ну, потому что это Украинский фронт Там назывался и так далее Вы считаете, что Эти вещи не надо комментировать? Нет, комментировать можно Но это не значит Что это мне мешает Работать с людьми Если это не Принимает каких-то Необратимых процессов Слушайте, я Проработал Картин пять С моим Любимейшим актером Олегом Валерьяновичем Басилашвили У нас совсем Разные взгляды Да Абсолютно Прямо Диаметрально противоположные Диаметрально противоположные Мы с ним Спорили порой До хрипоты Это все Но при этом У нас не было Никогда Ни малейшего Вообще Конфликта На съемках Это меня Никогда не 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 Так сказать Я всегда Относился И сейчас отношусь К нему С огромным уважением И любовью Я уважаю его взгляды Я знаю Что и он уважает Моих Хотя он абсолютно Не согласен со мной Поэтому Понимаете Я работал И буду работать Если мне судьба Подарит такое счастье Потому что это Не обыкновенный талант Это великий актер И какая мне разница Что он там Ведь Вы знаете Вообще Политические взгляды Художников Это все Дело такое Ведь на самом деле От художников Прежде всего Остается то Что они сделали В конце концов Какая мне разница Какие были Политические взгляды Уйзенштейна Это великий мастер И Я смотрю его картины И мне А я даже не знал Что у него какие-то были Политические взгляды Были наверное Я вот так же Даже не знаю Слушайте Ну Были Пикассо Знаменитые Пикассо Буниэль И Дали Они сделали Великий фильм Андалузский пёс Их первый фильм Который до сих пор Считается шедевром Сюрреализма Потом они полностью Разошлись Потому что Пикассо Стал коммунистом Дали Если он не был фашистом То во всяком случае Он был франкистом То есть он был Привержен Считаете что фашистом На самом деле В хрестоматийном понимании Ну в хрестоматийном Это не Не так как мы понимаем Не так всё просто Но тем не менее Буниэль Тоже был левым Но не был коммунистом Он эмигрировал При франко В Мексику Долго работал Там и вернулся Только уже когда И при этом Ну и что Кто об этом сегодня знает И Дали И Пикассо И Буниэль Остались в нашей памяти Прежде всего Их картин Поэтому на самом деле Художника надо судить Потому что они делают Я понял Умиротворец В таком глобальном смысле Ну умиротворец Ну за себя я могу постоять Это я видел Нет сомнений никаких Это другой вопрос Значит у нас помимо Вот традиции с кошками У нас традиция Заканчивать игру Вопросом Необыкновенно умной кошкой Я вообще рекомендую Это потрясающее животное Да Я думаю что Всё у неё состоится Что судьба у неё Будет Замечательно Так Значит как это выглядит Напоминаю Вы доставите фишку Наугад Любую И это красная Фишка И любую красную карточку Выбирайте Там написано Вопрос Откровенный Вопрос Вы когда-нибудь корили Своего партнёра За то что он зарабатывает Недостаточно денег Нет никогда У меня не было партнёра Который зарабатывает Вот у вас партнёр У меня нет вид Вы у вас партнёр К сожалению У вас партнёр Вы же про то говорите К сожалению У меня таких партнёров Не было Вот Ну Мы эту партнёрскую работу 7 мая Правильно Да 7 мая В кино Мне фильм понравился Думаю Моему собеседнику Он понравился По определению Что он делал Надеюсь Что понравится и вам Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok